По ютубу просто прошлось какой-то цунами из вот таких вот овальных кистей, поголовно, ну практически поголовно, все блогеры, как зарубежные, так и наши, начинают пользоваться такими кистями, ну а так как я вороной, мне тоже захотелось их протестировать, я их купила тоже. Сейчас конечно зарубежные блогеры пользуются, ну можно сказать оригинальными кистями, то есть марки Artis, но Artis это очень дорогие кисти, ну просто бешено дорогие кисти, и честно говоря, меня как-то давит жаба за синтетические кисти платить такие деньги, поэтому я решила протестировать вот саму концепцию этих кистей на более бюджетном варианте. Я их покупала с Алиэкспресс и выбирала сугубо по отзывам, это не самый там бюджетный какой-то набор, который я там нашла, но в то же время и не самый дорогой. Итак, набор этот состоит из 10 кистей и все они вот такой вот овальной формы, начиная от самой большой, которая выглядит вот так вот, и заканчивая самой маленькой, которая тут рядышком с ней и идет. Вот этот вот кстати кейс, вернее не кейс, а как это стенд, да, он шел в наборе с этими кистями, и также в качестве бонуса там шла такая как микро штучка такая для мытья этих кистей, она абсолютно оказалась такой вот бесполезной, мне она не очень понравилась в использовании, потому что особенно вот такие вот большие кисти мыть очень неудобно оказалось этой штукой. Что сразу хочу сказать, и это кстати огромный плюс этих кистей, который оказался правдивым, что я слышала по отзывам, это то, что расход косметики с этими кистями действительно намного меньше. Я бы сказала, что в половину точно, может быть даже и больше, потому что вот эти кисти, как ни странно, да, вроде казалось бы очень густая кисть, которая может в себя выбрать очень много продукта, на самом деле она его держит буквально вот на поверхности, и когда вы начинаете растушевывать по лицу, то даже капли тональной основы, к примеру, покрывают чуть ли не все лицо вообще. Я очень боялась, что эффект будет обратный, и как раз таки из-за густоты этих кистей туда, в принципе, вот в теории может набиться очень много продукта, но на удивление эти кисти действительно его больше отдают, чем впитывают, и таким образом, если вы пользуетесь ими только сугубо для себя, то одной кисти хватает может до 10 раз использования, то есть из-за того, что она не впитывает так много в себя продукта, она не так быстро становится непотребной, скажем так, для применения, потому что нет на ней вот этого вот слипшегося слоя какой-то косметики, то есть вы заново и заново и заново можете пользоваться и получать приблизительно тот же эффект. Еще один плюс, который я ощутила, особенно после того, как очень долгое время наносила тональную основу спонжем, это то, насколько быстро я наношу сейчас тон, то есть я использую даже не самую большую кисть, а вот вторую по размеру, и вот этой вот кистью я полностью все лицо делаю, ну может, я не знаю, за секунд 20 максимум, когда спонжем ты долго-долго-долго вбиваешь, растушевываешь, немножко тянешь, тут где-то прихлопываешь, ну короче говоря, вы знаете, как это работает, то вот этой кистью нужно работать именно вот такими вытягивающими движениями, то есть не круговыми, а вот такими вот вытягивающими, как будто вы просто размазываете тон по лицу, но не только тон, то есть они для любых кремовых и даже сухих продуктов подходят. И вот эти вот действия настолько быстро наносят тон, что я просто влюбилась вот в эту кисть, я теперь вот только ею наношу, и последний месяц так точно все, что у меня было на лице, было нанесено вот такими овальными кистями, ну за исключением глаз. Теперь давайте поговорим о минусах, я не знаю, как конкретно работает артист, я их даже никогда не держала в руках, но вот эти вот китайские кисти, у меня, кстати, это фирма DoColor, она называется, вот что единственное мне смущает, это то, что вот эта вот ручка достаточно хлипенькая такая, то есть сгибается кисть довольно легко, и если вот совсем уже сильно нажать, она начинает даже немножко хрустеть, и такое впечатление, что может сломаться, то есть слишком там с большим нажатием лучше не делать, а в идеале лучше наносить и придерживать вот так вот пальцем эту кисть, чтобы дополнительную какую-то поддержку для нее создать, не факт, что она сломается, но как бы у меня вот просто вот когда она находится в руках, такое впечатление, что не очень такой вот прочный продукт. Что касается того, как подобраны кисти, то я бы сказала, наверное, что я здесь пользуюсь, ну, может быть, половиной набора на регулярной основе, остальные так, они как бы взаимозаменяют друг друга. Очень мне нравится вот эта кисть, которая вторая по размеру, это идеальное средство для нанесения тональной основы, очень быстро, буквально раз-раз-раз-раз-раз, все, у тебя уже полностью все готово. Дальше постоянно я пользуюсь тоже вот такой вот маленькой кистью, эта кисть у меня отлично работает с консилером, то есть под глаза нанесла там где-то вокруг носа, может быть, еще где-нибудь там, если нужно. Очень хорошо разносит продукт, и по ней я тоже заметила, насколько меньше нужно консилера для того, чтобы вот такой вот кисточкой его наносить, потому что раньше я достаточно много вот так вот ставила точек, и потом спонжем это растушевывала, и я поняла, насколько много спонж впитывает в себя средства по сравнению с этой кистью, потому что этой кистью я начинаю растушевывать, и я понимаю, что у меня еще куча средства, которые просто некуда девать, и мне иногда даже приходится снимать излишки, потому что я еще привыкла к старым объемам, а теперь нужно намного меньше. Что касается еще кистей, которые я очень часто использую, это вот такая вот малютка, она плоская, и мне очень нравится растушевывать ресничный край с помощью вот этой малютки, потому что она действительно очень хорошо это делает, она не сделает это аккуратно, то есть это не для того, чтобы там стрелочку рисовать, аккуратную стрелочку точно не получится нарисовать вот такой вот кистью, это сугубо для вот такой вот как бы неряшливой в кавычках работы, когда вам нужно просто дымку создать, но в то же время вам не нужно до миллиметра контролировать, где эта дымка будет. И что еще мне нравится, это использовать вот эти кисти, или одну, или вторую, для нанесения базы на веко, то есть не пальцем наносить, а вот этой штукой. Опять-таки расход получается меньше, чем если пальцем наносить, и вот такая вот кисть намного лучше ее, вернее, базу, намного как-то лучше растушевывает, то есть более такой вот незаметной пленочкой она появляется у вас на лице. Кисти, которые я меньше всего использую, это как раз-таки вот эта самая большая, потому что для тона она, ну как бы мне кажется слишком большая, то есть я не буду использовать весь ее потенциал. Я ее пробовала для пудры, но вот для сухих продуктов как-то мне не очень нравятся эти кисти, все-таки синтетика лучше работает с кремами и с жидкими текстурами, а вот с пудрами, ну как бы она нормально наносит, то есть ничего не могу сказать, но как-то мне удобнее это делать все-таки классическими кистями, которые из натурального ворса. И также я мало пользуюсь вот этими двумя, потому что они в основном рассчитаны, наверное, для коррекции, для бронзера, для румян, хайлайтера, и опять-таки в основном я предпочитаю все эти продукты в сухой форме, поэтому эти просто как-то не являются моими фаворитами, но в то же время, что хочу сказать, если вы визажист, я однозначно бы вам рекомендовала этот набор, и 100% бы его рекомендовала, если вы работаете в кремовой технике, если вы любите кремовые текстуры, если вы любите жидкие текстуры, то это 100% набор для вас, у вас каждая кисть будет в ходу, и как бы не залежится это 100%. Если же вы будете брать его для себя, и для того, чтобы вот как я просто протестировать, что это такое, что это за новшество, то, возможно, стоит присмотреться к меньшим по размеру наборов, то есть там, где есть, возможно, одна вот такая кисть, одна какая-то вот такая маленькая кисть, и, может быть, я не знаю, там какая-нибудь вот такая и вот такая. Вот 4 кисти вот эти вполне достаточно для того, чтобы испробовать, в общем-то, что это такое за овальные кисти, и понять, нравится они вам или нет. В интернете, опять-таки, на том же Алиэкспресс, есть очень много наборов, там по 4-5 штук, я их, у меня нет их как бы в личном пользовании, но я их видела, я их щупала, у них та же проблема вот с этими хлипкими ручками, и в основном вот 4-5 штук, их делают полностью в черном цвете, а я вот выбрала вот такой вот красивый набор с розовым золотом, тоже оформление мне очень нравится. Что касается качества самих кистей, то здесь, опять-таки, придраться мало к чему я могу, потому что все выполнено очень хорошо, кисти ровно подстрижены, нигде ничего не торчит, не выпадает, не начинает вымываться какая-то бешеная краска при мытье, не теряют они свою форму, и, кстати, вот вспомнила еще один минус, вот эта вот кисть самая большая, после мытья сохнет, наверное, дня 2, это при том, что я ее держу поближе к батарее, чтобы она побыстрее высохла, но очень долго она сохнет, поэтому если для работы брать, то нужно либо их несколько иметь, либо мыть за несколько дней до того, как вы будете работать с клиентом, поэтому это тоже как бы такой небольшой минус этих кистей, вот эта кисть, ну вот, за ночь не высохнет, но за ночь плюс утро где-то высохнет, наверное, вот эту маленькую кисть тоже хвалят для нанесения помады, но мне не понравилось, как она наносит помаду, потому что вот именно конкретно с помадой она почему-то убирает часть покрытия, то есть нужно больше наслаивать, чем вот просто из тюбика, если наносишь, или если наносишь более классической синтетической кистью, и также я практически еще не пользуюсь вот этими вот плоскими кистями, не знаю, как-то не нашла я пока им применения, может быть, в будущем найду, их вроде бы как рекомендуют для бровей, а эту я уже даже не помню для чего, но как-то для бровей вообще, я не понимаю, как ей пользоваться для того, чтобы создать какую-то форму бровей, вот это тоже, ну это как бы все очень индивидуальные предпочтения, то есть если вы пользуетесь такими кистями, вы знаете, как их применить, то тогда как бы без проблем. В общем-то на этом я, наверное, буду это видео заканчивать, вот такой получился у меня обзор на эти кисти, как и сказала, однозначно рекомендую визажистам, если особенно вы работаете много кремовыми текстурами, для себя, если вам хочется, то, конечно, почему бы и нет, я ссылку конкретно на этот свой набор оставлю, кому интересно, и по сути мне уже больше нечего добавить, поэтому буду с вами прощаться, надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх, задавайте свои вопросы в комментариях, оставляйте какие-то пожелания, возможно, давайте пообсуждаем, может у кого-то тоже есть такой похожий набор, и будут какие-то советы тоже другие для зрителей, и я, в общем-то, буду с вами прощаться, до встречи в новых видео, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok